СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУСТВ Башкортостана Башкирские спортсмены готовились к юношеским играм в Анапе. Нормативы ГТО как часть тренировочного процесса. После отжимания было тяжело, конечно. Уроки патриотического воспитания на сборах Российского союза боевых искусств в республике. Поселок Кирзяк и Рыбельского района находится в 215 километрах от столицы республики. Дорога в среднем занимает примерно три часа. Но это мы говорим про путь из Уфы. На самом деле на учебно-тренировочных сборах собираются спортсмены со всей республики. Заезды для ребят проводятся на льготной основе. Ведь сборы проходят при поддержке фонда президентских грантов. Особая благодарность, конечно, главе Киргизского района лично и администрации, которая всегда традиционно помогает в организации по всем моментам. Их достаточно. Каждый год присутствует подготовительный этап. Прежде чем начинаются заезды спортсменов, идет большая работа. Как видим, мы сегодня здесь все подготовлено. Работают площадки внутри, закрытого спортивного зала, открытые площадки. Есть место для купания, есть место для досуга. Поэтому все ребята, тренера, руководители федерации, все считают, что сборы проходят на достойном уровне. Учебно-тренировочные сборы Федерации филиала Российского союза боевых искусств по республике проходят в этом живописном месте третий год подряд с июня до конца августа. Сюда приезжают до 500 атлетов, представители 15 видов спорта, среди которых всестилевое, карате, ушу, тайский бокс, кикбоксинг, борьба на поясах, рукопашный бой, киндо и не только. Спорт – это норма жизни, поэтому мы очень рады, что ребята уже четвертый год приезжают на нашу коридорскую землю, проводят здесь эти сборы. Эти сборы – это уже четвертый заезд, всего намечается у них 7 заездов. Поэтому мы сейчас воочию убедились, как это все происходит. Мы наградили ребят, провели минуту молчания, возложили цветы. Поэтому здесь идет и некое такое патриотическое воспитание. Поэтому с этой точки зрения это очень великолепно. Это молодежь, это будущие наши защитники нашей страны, поэтому это все им пойдет в пользу. Спортсмены готовятся к всероссийским юношеским играм, а также первенству Европы и миром. Практически все атлеты – призеры страны, члены национальной сборной. Камила Рафикова когда-то выбрала борьбу на поясах из десятка других увлечений. С детства подвижную девочку родители отдали в спорт, чтобы было куда направить энергию. Она занималась танцами, волейболом и баскетболом. Затем в ее жизни появилась самба. Но именно борьба на поясах стала осознанным выбором спортсменки. Выбрала борьбу, потому что меня притянуло то, что здесь эффектные броски, и то, что можно добиться большего, чем, я думала, можно добиться в другом виде спорта. Какие-то результаты уже есть? Да, последние соревнования у меня были первенства России. Я заняла первое место, выполнила мастера спорта. Карина Насырова из Октябрьского тоже предпочла этот вид спорта всем остальным. Во втором классе в школу пришел тренер и предложил записаться в секцию борьбы на поясах. Из того потока осталась одна Карина. Вот уже 9 лет девочка ходит на тренировки. За это время она научилась побеждать и проигрывать. Но главное делать выводы и работать над ошибками. 24 медали. После соревнования было первенство России. Стала чемпионкой своей весовой категории 57. Теперь вот то, что стала чемпионкой России первое место. Мы едем в мир представлять по шкирю. Видите, борьба на поясах. Борцов на тренировочные сборы приехало около 40 человек. Все члены сборной республики. Они готовятся сразу к нескольким турнирам. Сначала проверят свои силы на всероссийских юношеских играх боевых искусств в Анапе. Затем лучшие поедут на первенство мира. Не сразу приступают к тренировкам кикбоксеры. Сначала нужно экипироваться. Приготовление занимает не больше пяти минут. За годы занятий в кикбоксинге ребята научились справляться с этой работой виртуозно. В поселке Кирзя представители этой федерации оказались впервые. Впечатления от подобных сборов самые лучшие. В эти дни в Кардельском районе, в поселке Кирзя, мы принимаем участие в летних тренировочных сборах. Это второй этап подготовки нашей молодежной сборной команды к первенству Европы, который в этом году пройдет в ноябре в Черногории. На сборах принимают 20 ребят. Это финалисты первенства России этого года. Многие из них в этом году выполнены на матерских мастерах спорта. Целью этих сборов является совершенствование физических качеств, совершенствование специальных физических качеств, то есть физическая подготовка. Впервые в этом регионе. Нужно отметить, что здесь уникальная природа. Помимо тренировок мы еще смогли насладиться и плаванием в реке, и природой. Леса здесь хорошие, свежий воздух. Всем ребятам очень понравилось. Кикбоксинг признан олимпийским видом спорта. В июле в столице Японии состоялась 138-я сессия Международного Олимпийского комитета, на которой кикбоксинг, а также еще пять международных спортивных федераций получили одобрение МОК. И это стало по праву историческим событием. Теперь спортсмены работают с еще большим энтузиазмом, ведь есть вероятность, что их вид спорта включат в программу Олимпиады. Это, конечно, было радостное событие, что Олимпийский комитет признал вид кикбоксинг как олимпийский вид спорта. И вот это признание, наверное, может быть, еще пройдет года 2-3. Чтобы окончательно уже было принято решение о том, что кикбоксинг – олимпийский вид спорта. Но, по крайней мере, первые шаги, ну не первые, а уже такие твердые шаги в этом направлении уже сделаны в Всемирной Федерации Кикбоксинга. И это очень радует всех кикбоксеров в нашей стране, и в нас в том числе. Но олимпийские медали – планы на перспективу. А пока работа ведется над решением ближайших задач, например, таких как подготовка к первенству страны и Европы. Здесь удалось поработать очень хорошо, продуктивно. Мы очень много занимались, отрабатывали комбинации, готовились к первенству. Сначала хотелось бы дойти до мастера, а вообще у меня мечта с детства, наверное, как только я увидела кикбоксинг, стать заслуженным мастером спорта. В школе просто увидела эту секцию, посмотрела, как тренируются ребята, и прям загорелась желанием заниматься и стать заслуженным мастером спорта. Данил Панов из Училов выиграл в этом году все турниры, в которых участвовал. Это его крайний год в юниорах. Дальше кикбоксер продолжит спортивную карьеру среди взрослых спортсменов. Осталось только одно незакрытое соревнование. В этом году съездили на Приворский федеральный округ, там занял первое место. После этого съездили на Уральский федеральный округ, там тоже занял первое место. Тем самым прошел отбор на первенство России, съездил на первенство России, выиграл его, выполнил норматив мастера спорта. Сейчас готовимся к первенству Европы. На Европе, да, в 2019 году занял второе место, проиграл в финале. Сейчас вот второй раз поеду. Есть такая спортивная злость? Да, да, сейчас вот охота. Сейчас уже надо первое место занимать, потому что следующий год будет трудный. По мужчинам. Следующий год по мужчинам буду уже выступать, по взрослым. Так что вот, последний год по юношам, по юниорам. Воды чаще, не стой. Раз взял бросок, дальше перевер, на работу. На полу, на работу. На полу, на работу, дальше забивай, контроль. Для большинства спортсменов такие сборы уникальная возможность подготовиться не только к соревнованиям российского уровня, но и к континентальному первенству. Сюда приехали первые, вторые и третьи номера российской сборной в своих весовых категориях. На сборах ребята выкладываются на каждом занятии, и таких тренировок здесь проходит по три в день. Главная цель подготовиться к всероссийским юношеским играм в Анапе, сформировать сборные по всем дисциплинам. Мы уже третий год подряд приезжаем на эти сборы, на эту базу, на которой проводим тренировочные сборы. Готовимся к предстоящим соревнованиям, которые нас ожидают уже в сентябре месяце. На эти сборы мы привезли порядка 40 спортсменов Федерации комбат самообороны и в сестеревого карате. Спортсмены сборной республики Башкорстан, которые будут нас представлять на всероссийских турнирах. Также особо хотелось бы отметить спортсменов, которые у нас отобрались на всероссийскую спартакиаду учащихся. Вот у нас их пять человек. Они в октябре месяце будут представлять наш регион на спартакиаде. Никогда не пропускают летние сборы представители комбат самообороны. Каждый год спортсмены здесь набирают форму, проводят спарринги и уже в Анапе показывают все, на что готовы. Ребята выступают на турнире в разных разделах, не только в сестеревого карате, но и других дисциплинах. Вообще комбат самооборона – одна из немногих дисциплин, которая включает в себя множество стилей борьбы, как ударной, так и смешанной техники. В семь лет я пришел в эту секцию. Получается, очень благодарен своему тренеру Абулхану Ульдару Миричу за подготовку к моим соревнованиям. Я являюсь победителем всероссийских турниров неоднократным, победителем первенства мира 2019 и призер первенства России. Огромный вклад предложил мой папа к этому виду спорта. Он меня очень хорошо подготавливал к предстоящим соревнованиям. Сейчас я подготавливаюсь к первенству мира 2021, который будет проходить в Турции в ноябре. В этом году на юношеских играх боевых искусств участники будут бороться за медали более чем в 20 видах программ. Представители республики выступят по меньшей мере в 15 из них. Для формирования состава команд представителей Федерации Российского Союза боевых искусств по республике провели совместное совещание. Всего на турнире выступит порядка 150 атлетов. Основная цель сборов это формирование, определение сборной команды республики по различным видам видоборств для участия в 13 открытых юношеских играх боевых искусств, которые пройдут в Анапе традиционно. Они состоят из 24 видов спорта в этом году. Но мы планируем закрыть как минимум половину видов, а если будет возможность, может и более. После соревнований в Анапе в Уфе пройдут еще два крупных спортивных турнира. Также в нашей республике грядут крупные мероприятия. Предстоит в ноябре это традиционные евразийские студенческие игры боевых искусств, а в декабре традиционный международный форум боевых искусств. Это будут крупные события. Достаточно сказать, что международный форум по плану объединяет больше 20 видов спорта в одном зале. В этом году мы планируем проводить в центре спортивной подготовки на 14 площадках одновременно. Когда-то сборы воспитанников Федерации Российского Союза боевых искусств проходили также в Караидельском районе, но в других локациях. Однако последние три года команды приезжают именно сюда, в поселок Керзя. Здесь есть все необходимые условия для того, чтобы тренироваться, учиться и отдыхать. Питание для ребят самое разнообразное и полезное. Расписание у всех одинаковое, отличается только по количеству и наличию игровых и неигровых тренировок. Подъем стандартно 7-38 часов. Четырехразовое питание это с 9 с часу, с 4 и 7 часов вечера. Тренировок, как правило, две. Основная и игровая. Не считая зарядки утром. Такое вот расписание, в принципе, довольно-таки насыщенно. В вечернее время, после ужина, значит, у нас ребята непосредственно занимаются досуг просмотром кинофильмов. Купаются, естественно, да, купаются, дискотеки, играют на приставки, в настольные игры. Либо тренера там сами занимают. То есть, ну, не дают скучать детишкам. По три тренировки в день. Вот зарядка, дневная тренировка, вечерняя. Отдых. Отдых у нас между тренировками. Спим, кушаем, спим и все, больше ничем не занимаемся. Так, ну, очень хороший лагерь. Все кормят вкусно вообще прям. Там тренировки интересные. Очень красиво здесь. Отправились на сборы представители кендом. Со стороны может показаться, что спортсменки собрались полететь как минимум на море. Так много вещей они приготовили. Это шлем, защитное снижение. А зачем так много? Объясните, что вы не должны тренироваться без экипировки. Ну, мы без экипировки не можем тренироваться, потому что у нас без экипировки будет до первого удара, а дальше все уже. Человеку можно бы носить. Экипировки у представителей этого вида спорта весом до 7 килограммов. Прибавьте к этому оружие. Каждая вещь здесь несет определенный смысл. Есть второй меч, это бакен. Он для отработки классических, более классических техник. И он должен переноситься только в правой руке. Точнее, когда вы стоите, разговариваете с кем-то. Вы его держать можете только в правой руке. А переноситься он может только в чехле. Потому что это считается полноценным оружием. И, соответственно, вы не должны угрожать жизни и здоровью другим людям окружающим. Правила вежливости, безопасности и так далее. Экипировка у Милены. Тут замечательный у нее меч, на котором прямо написаны Милены и картинки. Расскажите, что это за картинки. И вообще, почему вам разрешили рисовать на мече? Это можно или нет? Вообще, на мече нельзя рисовать. Это считается тренировочный меч. Его нельзя брать на спортивный. Ну, то есть, если мы уезжаем в какие-то другие города, показывать свое искусство, то нужно брать другой меч. И, то есть, без разных рисунков. То есть, на тренировочном вы просто оторвались и... Решили что-то сделать и различать, и просто, чтобы скучно не было. Киндо — японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах. В России киндо является официальным видом спорта и включено во Всероссийский спортивный реестр. А вообще, дисциплина ведет свою историю традиционных самурайских техник владения мечом и ставит с целью формирования полноценной личности и твердого характера, закаляя воля и тело фехтовальщика. Это боевое искусство, да, это боевое искусство называется кендо, кендо. Это в переводе с японского означает «путь меча». Представляет собой японский вариант фехтования. Фехтование в доспехах, как видно, да. У нас есть... Это полноконтактный вид боя. То есть, мы бьемся в полную силу, оружием. Для безопасности мы используем вот такие вот бамбуковые мечи. Они довольно-таки позволяют бить в полную силу, при этом снижая риск травмировать соперника. Соответственно, бьем мы в голову, в горло, в печень и в запястье, в руку. А как вам тренировки в игровом формате? Представители всестилевого карате ограниченный контакт разбавляли серьезные занятия вот такими поединками. Сейчас я приглашаю кандидатам команд на битву взглядов Дмитрий Неузбашимович Сергеевич! Ангелина Инчигян Ромозанова! Готовность спортсменов к старту можно проверить в спаррингах. А вот лучшим тестом на выносливость стала сдача норм ГТО. Бег, прыжки в длину, подтягивания на перекладе, не отжимания. Базовые упражнения комплекса отличаются от привычной тренировки. Поэтому при их выполнении у некоторых возникли сложности. Было немного затруднение в отжимании, так как в других тренировках у нас немножко забились руки и чуть-чуть составило труда. А вот так вот, да? Сколько вы раз начались? 22 раза. Это мало? За 20 секунд это мало, маловато. Наверное, подтягивания были самые сложные для меня. Почему? Уже руки были забиты? Да, после отжимания было тяжеловато, конечно. Тут как на выносливость мы делаем, а там комплекс у нас специальный. Подготавливают тренера, мы его выполняем, каждую тренировку. Специально привезли амуницию, оружие, для того, чтобы вы могли приобщиться, обучиться. Навыкам работы с оружием, вам всем еще служить в армии. Большинство ребятам обязалов, я считаю. Девчонкам, я не знаю, как получится. В программу летних сборов «Спорт круглый год» также входит проведение открытых уроков по патриотическому воспитанию и до призывной подготовки молодежи республики для спортсменов, тренеров и представителей команд. Место возложения цветов выбрали не случайно. В поселке есть обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны и воинам-интернационалистам. Детям был продемонстрирован мастер-класс страйкбольного оружия, амуниции. Какие модели показаны, представлены производителями того или иного вооружения. Какая амуниция на бойце, то есть штаны там, разгруз на нем, бронежилет, про все про это рассказал. Дал по трубам, в данный момент он боец, мальчишка, одел шлем и попробует снять с пистолета. Но ничего сложного в этом нету, у него наверняка получается все. Ну вот, такое знакомство. Плюс выставка радиационно-бактериологической защиты, химической, где, значит, наш Константин Рязанцев рассказал детям о применении разнообразных средств защиты, противогазы всех видов, гражданские, военные и прочие, детские маски. Ну вот, такая у него выставка передвижная. Есть как раз мы ездим по подобным лагерям, к трудным подросткам, к благополучным подросткам, к спортсменам. Ездим, рассказываем, вот подобные вещи как-то приобщаем их. Многие прям с визгом одевают на себя все эти химозащитные костюмы. Стрельба, взрывы, они приглушают, тихие звуки они усиливают. То есть при работе в здании, ну, просто самое идеальное, противника слышите на приличное расстояние. То есть, ну, расстояние точно не могу сказать, но если находиться на третьем, первого можно услышать. Да, плюс еще есть усилитель звука. Страйкбольное оружие, экипировка и специальные пули-патроны, 6-миллиметровые пластиковые шарики, а еще возможность все это примерить и применить на месте. Так проходят открытые уроки по патриотическому воспитанию. Таким занятиям на сборах уделяют особое внимание. Игрушка красивая, вариант страйкбольный, то есть для игры страйкбол. Игрушка красивая, приятная, но тяжелая. Но есть один плюс. В то время как любой пистолет, тот же самый кольт, надо обязательно развести курок, что спустить потом для выстрела. У нее не обязательно, она полуавтоматическая. Мы постоянно работаем и с трудными подростками, я лично работаю с изолятором временного содержания для несовершеннолетних подростков и с приютами. То есть я на себя беру тяжелых подростков, то есть прививаем любовь к родине и желание перейти на новые пути служить. Это всегда было важно и всегда будет важно. Кто бы что ни говорил, что у нас есть профессиональная армия контрактная, которая нас защитит. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый подросток и девушка должны владеть начальной военной подготовкой и безопасностью жизнедеятельности. В вечерней программе командные игры, например, футбол и волейбол. А после вечерней тренировки ребята собираются вместе в игровой комнате. Здесь есть приставка с самыми современными компьютерными играми, а также зал для игры в шашки, шахматы и настольный теннис. Такими насыщенными получились летние учебно-тренировочные сборы Российского союза боевых искусств Республики Башкортостан. С такой подготовкой башкирские спортсмены сумеют составить достойную конкуренцию на предстоящих сентябрьских соревнованиях в Анапе.